Всем привет, друзья! Добро пожаловать на этот канал, который посвящен Австралии, миграции в Австралию, образования в Австралии, а также изучения английского языка по всему миру. У нас более 100 школ английского языка по всему миру. Меня зовут Александр Идоринкин. Как я уже сказал, я являюсь зарегистрированным миграционным агентом в этой стране, в Австралии. Вот здесь номер моей лицензии 17 94 701. Сегодня мы поговорим о иммиграции в Австралию, мы поговорим о 189 визе и об основных моментах, которые вы должны знать, прежде чем вы подадитесь на эту визу. Сегодня 22 августа 2018 года, информация действительно на сегодня. То есть информация может меняться, и это видео записано специально в ознакомительных целях. То есть нельзя это видео будет использовать при подаче на визу в Австралию, ни в коем случае. Просто познакомимся с этой визой, поймем, что к чему. Если вам нужны какие-то консультации или какая-то помощь по этой визе, вы всегда можете мне написать, и мы сделаем эту консультацию, или там полное сопровождение. Все зависит от вас. Давайте просто посмотрим на эту визу. Возможно, вы не думали об иммиграции в Австралию, или думали, или вот сейчас смотрите это видео и пытаетесь понять, что же это за виза. Это виза для профессионалов, для людей, у которых есть специальность, которая есть в определенном списке специальностей, которые нужны Австралии. Если человек удовлетворяет критериям этой визы, он может податься на эту визу. То есть, к примеру, вы айтишник, или, к примеру, вы бухгалтер или инженер, и ваша профессия есть в списке в Австралии, у вас есть необходимый английский язык, образование, опыт, достаточное количество баллов, потому что система в Австралии бальная, то вы можете, если у вас достаточное количество баллов, податься на эту визу. То есть, работает это примерно вот так. Допустим, вы, скажем, инженер, у которого есть 8 лет опыта работы. Вы хотите податься на визу в Австралию. Хорошо. 189-я виза может быть для вас. Чем хороша эта виза? Эта виза хороша тем, что это независимая виза. Ну, в буквальном смысле, вы ни от кого не зависите. Это не региональная виза штата, это не виза спонсорства штата, это не виза спонсорства работодателя. Это независимая виза. Вы приезжаете в Австралию, делаете, что хотите, в рамках закона, естественно. Работаете на любой работе, строите свою семью, покупаете дома, живете всю жизнь в Австралии. И в этой визе ставится условие indefinite. Соответственно, вы можете все время быть на территории страны. Но обычно эта виза дается на 5 лет. Потом вы делаете resident return виза или обычно люди получают паспорта в Австралии. Что же это за виза? Давайте посмотрим. Есть определенный список, в котором должна быть профессия. Если вы хотите податься на эту визу, этот список называется MLTSSL. Информация, опять-таки, действительно на 22 августа 2018 года. Если профессия есть в этом списке, поздравляю, это все хорошо. Если вы по диплому этот специалист, замечательно, первые этапы уже прошли. Идем дальше. Вы должны сделать подтверждение квалификации. То есть, иными словами, для каждой профессии в Австралии есть определенная профессиональная организация, которая может подтвердить, подходит ваш диплом, ваш опыт под стандарты, которые есть в Австралии. Скажем, если вы инженер Австралии, в Австралии есть, если вы инженер, скажем так, в Австралии есть организация, которая подтверждает инженеров. Называется она Engineers Australia. Ну и другие организации. То есть, для бухгалтеров это может быть CPA, для айтишников это может быть Australian Computer Society и другие-другие организации. Итак, дальше идем 65 очков. Что это значит? Есть определенный тест, где вам дают определенные баллы за ваш возраст, за ваше образование, за уровень вашего английского языка, за опыт работы. И вы складываете эти баллы. И сумма этих баллов должна быть как минимум 65 очков. Если у вас меньше 65 очков, вы не можете податься на эту визу. То есть, не можете загрузить Expressions of Interest на эту визу. Соответственно, если у вас меньше, вы должны подумать, как набрать эти очки. Идем дальше. Вам должно быть менее 45 лет. И здесь написано звездочка. Почему? Потому что теоретически, да, вам должно быть менее 45 лет, но фактически вам должно быть менее хотя бы 40. Потому что баллы за возраст с течения времени уменьшаются. То есть, сначала вам до 25 лет дают 25 баллов, потом максимальный пик идет от 25 до 32 баллов. Потом они уменьшаются. Потом после 40 лет это вообще 15 баллов. Соответственно, да, теоретически вы можете претендовать на эту визу. Но если вам 44 года или 43 года, и у вас нехороший уровень английского, даже или хороший уровень английского, ну, очень все равно сложно набрать баллы. То есть, баллы даются за определенные вещи. И какие-то дополнительные баллы не придумаешь, если у вас их нет. Поэтому это довольно-таки условно. 145 лет довольно-таки условно. Идем дальше. Английский должен быть минимум шестерка. Минимум шестерка. И опять-таки стоит звездочка. Почему? Потому что для некоторых подтверждающих организаций должна быть более чем шестерка. Шестерка. Скажем так, бухгалтеры в Австралии, то есть CPA в Австралии требуют семерку в академическом английском. То есть, если у вас шестерка, вы не выполнили требования подтверждающей организации. Поэтому вы не можете податься на визу. Иными словами, вы не выполнили вот это требование. То есть, вы не прошли вот эту оценку квалификации. А чтобы пройти оценку квалификации, у каждой организации есть специальные требования. Соответственно, если вы это не прошли, то вам нужно больше, чем, допустим, шестерка. Но вообще, если организация не требует какой-то специфический английский, то считается, да, вот шестерки вы можете иметь. Но опять-таки, здесь звездочка стоит. Идем дальше. Вы должны быть приглашены, чтобы податься. И вы должны загрузить expression of interest. Что это значит? То есть вы напрямую не можете податься на эту визу. Вы должны делать анкету, заполнить анкету, где рассказать о себе, об уровне вашего английского, о вашем образовании. И вообще заполнить эту анкету, и за каждый шаг заполнения анкеты вам начислятся баллы. Соответственно, если баллов будет достаточно, минимум 65 баллов, то вы должны ожидать в течение до двух лет, может быть, ожидания, когда вас на эту визу пригласят. Если пригласят. То есть вы сами понимаете, что эмигрировать в Австралию хотят очень многие, и у кого-то больше баллов, у кого-то меньше. Если у вас, скажем, 65, то вас могут и не пригласить в течение двух лет. То есть наличие даже 65 баллов не значит, что вас пригласят. Возможно, да, возможно, нет. И опять-таки зависит от ситуации, от специальности, которая у вас есть. Поэтому я бы рекомендовал на этапе сначала думать об английском языке и о подтверждении квалификации. Если у вас есть эти два документа, то можно уже подавать заявку на expression of interest и ожидать приглашения. Если у вас нет английского, к примеру, или нет подтверждения квалификации, ну хорошо, вы набрали баллы, что-то сказали вот здесь, да, и вас пригласили, а у вас нечем это подтвердить. Соответственно, ну нехорошая ситуация, соответственно, не нужно вам тратить свое время, нервы, деньги на все это. Сделайте, пожалуйста, ваши документы. Нормально. Подтверждение квалификации английский на должный уровень минимум семерка обычно сейчас. Для большинства моих клиентов, где я провожу консультации, сделайте английский, подтверждение квалификации, загрузите потом свой EOE и ожидайте приглашения. Как-то так это работает. Какие плюсы, какие плюсы есть этой визы? Ну, вообще, что можно об этой визе узнать? Стоимость ее от 3755 долларов, но опять-таки звездочка, потому что не включает медицинский чек, то есть медицинскую проверку, не включает только на одного человека, то есть если вы едете с семьей, будет визовый сбор дороже. А вы можете постоянно оставаться в Австралии. Ну, я уже сказал, обычно эта виза на 5 лет дается, плюс если вы хотите путешествовать за пределы Австралии, потом вам нужно будет делать return visa или получать гражданство. Если вы просто не планируете никогда покидать Австралию, ну и живите здесь в Австралии, проблем нет. Вы можете обучаться, учиться, вы можете работать, никаких проблем и ограничений нет. У вас будет медицинская страховка, медикэр бесплатная. Здесь вы также можете получить гражданство или австралийский паспорт, если вы удовлетворяете этим требованиям через определенное время. Ну и спонсировать можете, к примеру, своего родителя. Или, если вы едете один, вы можете найти девушку в России, в Украине и привезти потом девушку сюда. А, собственно, вот что дает эта виза. Надеюсь, вам это было полезно. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите мне на e-mail, если вам нужна консультация. Ну и, собственно, все. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в Facebook и ВКонтакте. Заходите на наш сайт vimagration.com. Мы занимаемся образованием в Австралии. Также у нас договор с университетом Южного Креста, который является номер один университетом на протяжении 4 лет по уровню поддержки иностранных студентов. У нас есть образовательный агент, у нас более 100 школ английского языка по всему миру. Я являюсь миграционным агентом и директором по совместительству компании Vimagration Office. И вот это видео о 189 визе. Надеюсь, было все вам полезно. Прияты, Сиднея. Желаю вам удачи в вашей эмиграции. Ребята, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова